Строки из дневника Вся эта остановить навечно. Так, видимо, и возникло желание рисовать для людей. Самые сильные впечатления детства – расстрел рабочей демонстрации в моем родном городе Иваново в 15-м году. Мой отец был мастером на ткацкой фабрике. Рассматривая картины, он никогда не говорил, как красиво, как скомпонован, как объемно, но говорил, как верно, как глубоко, как смело. Школьники спрашивают, ваш жизненный девиз. Я им ответил словами Маяковского. Надо жизнь сначала переделать. Переделав, можно воспевать. И еще. Пророков, будучи таким, как все мы были, боевым, нам было безразлично, есть у нас крыша головой или нет, жили по углам, спали в редакции, подложив под голову комплекты, но все было посвящено вот борьбе за наше общее дело, как потом написал пророк. Уже тогда в его творчестве остро пробивалась социальная струя. Люблю гротеск и гиперболу. Видимо, это идет от любимых писателей Гоголя и Маяковского. И вот что интересно, что же на склоне лет в своем дневнике он записал. Карикатуры были во сто раз полезнее и нужнее цветочков и видочков. Ни одного рисунка ради искусства сатира, все ради общего дела. Михаил Дудин. Мы познакомились с ним на войне, на одном из самых интересных участков этой войны, на полуострове Гангут. Гангут или Ханка, как его называют, это полуостров 23 километра длиной, 8, 3, 4 километра шириной, ну и целая система островов. И он запирал Финский залив. Накребто. Полуостров Ханка. Этюд Пророкова. Вот уже третий месяц я на Ханка. Теперь противник уже кругом. Люди здесь бьются восхитительно. Все попытки противника штурмовать наш полуостров с воздуха, с земли и моря заканчиваются для него плачевно. Ни одного мира не отдано врагу. Всякий раз их нещадно бьют. Особенно моряков фашисты боятся, как дьявола. Гангутцы гордились тем, что даже в таких тяжелых условиях смеялись над врагом. Смеялись и предсказывали его неизбежную гибель. В нашей газете Пророков был душой редакции. А сам Борис Иванович вот какой был. Нам уже оставалось дня три до эвакуации. Надо была помощь Ленинграду. И мы пошли проститься с городком, в котором мы жили. Шли, уже снег выпал. И вдруг Борис Иванович остановился и поднял доску. Улица Маяковского. И он говорит, знаешь, я ее возьму в Москву и передам в музей Маяковского. Ведь все-таки это очень интересно, что даже на полуострове Ханково была улица Маяковского. Последний номер красного гангута вышел 1 декабря. Передавая статья этого номера называлась «Мы еще вернемся». Борис Иванович сделал для этого номера свой последний рисунок. И те многие люди, которые остались в живых и сейчас благодарны Борису Ивановичу Пророкову. Четыре кровавых года войны, и вот ты топаешь по поверженному Берлину. За это счастье я в долгу у тех, кто не дошел. Вот это главное. В Берлине, конечно, первым делом мы пошли в имперскую канцелярию. Зашли в кабинет Гитлера. Борис Иванович сел за стол, открыл ящик, и там лежали бланки с Поксимиля Гитлера. На этом бланке Борис Иванович сделал шарж. Это не должно повториться. За эти работы Пророков удостоен Ленинской премии. Он ненавидел войну. И война ему мстила потом после войны контузии, которую он получил в 44-м году. Просматривая беглые наброски тех лет, я весь ушел в воспоминания, и начался острейший приступ боли в голове. Поймет ли кто-нибудь всю глубину страданий? Страшно не умереть. Страшно не жить. Видит Бог, я бился до последнего патрона. И вот я говорю, трижды да здравствует жизнь, которая будет после меня. Ещё одна запись в дневнике. Из леса доносится крик моего внука. Это зов жизни. Продолжение следует...